В стране населения и детский фильм «Приключения коряжки», который меня просто поразил, фильм просто изменил мое сознание в детской кинематографии, в пятимиллионной стране фильм смотрят почти что миллион человек бокс-офиса. Там не написано сумма денег, сколько они собрали. Я, честно говоря, нашел только цифру по количеству зрителей. Но 850 тысяч в пятимиллионной стране, посмотревших детский фильм, меня впечатлило. То есть людям интересны свои истории. Она совсем не похожа ни на такой Голливуда. Она очень простая, очень трогательная история, которая, вот понятно, норвежца. Но она им понятна. То же самое и у поляков есть такие истории, которые чихать хотели на этот Голливуд. Мы же чихать не хотели. Нам хочется этого продукта. Нам хочется именно таких эмоций. Мы это потеряли между 1991 и 1993 годом. Мы серьезно это потеряли. Мы просто отдали свои экраны чужому кинематографу. И теперь, через 20 лет, вернуть их себе обратно дорогого стоит. И очень большого труда стоит. И вот об этом стоит поговорить. Потому что истории интересные, да они есть. Голлива говорит, отличная история. Мы ее представляли в Польше на Пичинге. Хорошая реакция. Мы же откроем конкурс полнометражных фильмов. Но, к сожалению, вот в этот Пичинг осенний, который 25 числа заканчивается, там просто нет секции полнометражного художественного фильма. Там только тематические секции есть. У вас есть короткая метражка? Короткая метражка есть. Вот. То есть, в принципе, мы как бы последовательно идем к этому. То есть истории у Любомира прекрасные истории. Что одна, что другая. Понятные и зрителям востребованные. Наша история вам ссылует. Тоже понятно и все хорошо. Не истории сейчас проблема для украинской кинематографии. Истории есть. Даже самое интересное, и деньги под них найти можно под эти истории. Небольшие, конечно, не такие, как в Голливуде. Но в пределах там полутора-двух миллионов, в принципе, можно найти финансирование на фильм. Но дальше начинается вакуум. Вакуум, который не пускает украинские фильмы к украинскому зрителю. А если нет национального проката, что бы мы там не говорили, что мы его будут смотреть в какой-то другой стране, то он там не нужен. Потому что там смотрят люди свое кино, свое национальное кино. То есть мы делаем кино, которое на кино похоже. И тот трейлер, я не видел всего фильма «Те Незабытых Филитков», по понятным причинам, что его еще никто не видел. Но тот трейлер, который я первый раз увидел там несколько месяцев тому назад, мне впечатляет. Это идеальный фильм. Это по первому движению «Девушек из двери» я сразу вижу. Это кино, это снимали настоящие кинематографисты, настоящие операторы. Это видно, что это кино. И это отметил наш английский партнер. Он сразу сказал, выбрал пять фильмов, если бы на Одесском фестивале, именно по трейлерам. Более того, он, по-моему, пытался даже с гомером разговаривать. Ну, я думаю, что у него есть фильм «Продюска». Нет, ну не важно. Просто он сразу обратил внимание, что это кино. Так что наше кино существует. Другое дело, что зрители его не видят. Не видят по разным причинам. Ну, очевидно, уже нужно знать, сколько кино есть, сценаристы есть. Побли все проблемы и существования. Есть проблемы с прокатом, вы их загадывали, причине зрозумения. Ось вопрос, очевидно, вы все, каждый из вас индивидуальность. Но, я думаю, что для того, чтобы вы поделали эту проблему, нужна какая-то стратегия. Я думаю, что в ближайшие два года появится некий конкурент. И эта конкуренция уже даст вообще и уровень продукта поднимется, и автоматически мы придем к тому, что вы сказали. Тут нужна конкуренция. У нас сейчас нет ни конкуренции, мы все тыкаемся носом, я не знаю, в стену. Здесь, конечно, у нас диалоги. Я что приятно, вот я скажу, у всех у нас, вот, Володя, вот, по-требитам, сидят все люди, которые мы постоянно, так как мы все время работаем на людоене или на кинотуре, волен и волен и мы сталкиваемся и общаемся. И мы ходим на премьеры друг к другу и говорим то, что думают. То есть, как, поэты, тут нету такого, вот ты снял, а я тебе дулю показал в кармане. Нет, если не общаемся, потому что мы понимаем, у нас пока нет той конкуренции, когда мы будем выбивать друг друга. Сейчас, извините, той, кто проходит призывы, был единственным фильмом. И один человек сказал, да если было бы хотя бы их 10, я не могу сказать, хороший этот фильм и плохой. Я могу сказать свое личное человеческое качество, то есть, нравится мне или нет. Но, если было 10, я бы сказал, этот, тот, этот, плюс, этот, минус, там, или так далее. Давайте вот сейчас у нас, смотрите, у нас есть возможность. У нас выходит там в течение года, да, правило, 20 фильмов. Уже 10 чего выбрать. Притом, самое потрясающее, что мне нравится, что любому иному, иному, иному кино, иному, иному. Мюзикл для детей имеют на экране. Нет. Понимаете, это очень, это нестандартная вещь, и мы получаем первую. То есть, я к чему говорю, у нас разные форматы даже. Вот мы сейчас попробуем в разных форматах, попробуем семя. Вот он пробовал Штойли, пробовал Ломбард, который горячий, здесь мы будем, здесь мы будем американские сады. Вот, порой цифровый вампир. Вот, но справа в том, что главное, что мы делаем, вот в основном, еще раз, мы пытаемся что-то создать. Рынок, да, ну, заполонить рынок. А после этого, наверное, пойдет то, что вы говорите, конкуренция. Я еще хочу добавить про, с приводу людского фактора, на прикладе наших сусідей, россиян. Якщо мы нарекаем, что нет грошей, так, в России, небыто, гроши есть. Их, справа, достаточно. Но там, так людей заготовали за идеализованной продукцией киношной, что они на сегодняшний день уже не верят в качество своих проектов. И было мне очень шкода, потому что, вот, вышла прекрасная картина, там называлась «Метро». Ну, хорошо сделана картина, понимаете, и тому подобное. А Гридаш не пошел на меня. А не пошел через то, что, и вы просто разучили верите, в том, что оно было выпущено минулого року. Нет. На день выбора. Другий вариант… Я ответил на вопрос, почему не пошел зря. Потому что они приняли это как политическую акцию очередную. Понимаешь? Вот, чем проблема. Другий вариант – это «Румуни». Но у них кинематограф настолько специфичный, тобто, он не есть, вот, мне больше лякает, когда мне говорят, что национальный кинематограф, тому подобное все. Для меня это такое. Если человек делает классный фильм в Украине, который будет смотреться все в свете, это уже украинское хорошее кино. Понимаете? То есть, он должен передать всему другому качество. Все иншее – это можно уже делать, что хочешь. Так вот, возвращаемся снова к «Румунию». Насколько у них своєридное кино, насколько оно интересует с точки зрения гурманики. А вот глядачи там тоже на такие фильмы не ходят. А почему? Да потому, что, треба сказать честно, або мы працуем для глядача, або показываем, какие мы генеальны в творчестве. И, понимаете? Ну, безумно, что то и то. Но, пану Леониду, уже он хочет. Спасибо. Сегодня на войне не мая ничего. Все китались. Я уже скажу. А почему? А? Я скажу. Я перепрошу, пана Леониду, можно все-таки задать запитание? Они сценили в Голливуд, там, на какие-то ставки. Собирают, пытались собрать деньги? Вот мне вам отказали, по какой причине? В Голливуде? Ну, по какой причине отказали инвесторы? Вы говорите, вам не хватает денег на рекламу, маркетинг, промоушен, съемку роликов, на телевидении прокат, в интернете. Вот все. Вот у вас отличный, как бы, я так понимаю, детский фильм. У нас стоматизм, это сказано для меня. Подожди, у вас детский фильм. По статистике, я одной ногой стою, я одной ногой, как бы, занимаюсь интернет-телевидением, там, прокатами, Go-Go, FSUA, Рудьюбы, Netflix, Google. Самый смотрибельный, 70% всего контента, включая голливудский, на Go-Go, это детский фильм. Дома. Дома. И что они смотрят? Какая разница? Разница большая. Подождите. Подождите. Саундпак смотреть? Почему саундпак? Ну, потому что... Иван сыну вы пустили в прокат. Ну, я первый раз, например, услышал. Я фирму очень. Я целыми днями, как бы, занимаюсь. Это другой раз. Но они сейчас... Вы знаете, вот, ну, опять же, если вы говорите об интернете, все говорите, существуют там разные форматы. Формат 5 минут, 10 минут и до 20 минут. И если они берут... Извините, давайте говорить сразу. Это человек, который... Скажите, Боба этого делал. Цель-то какая у него была? Да не думал он об этом. Он делал, хотел детям сделать мультик. Рассказать об океане. Закончилось это чем? Понимаете? И так далее. Это можно примером многого говорить. То есть, понимаете, те же Симпсоны, которые живут уже скоро. Я как бы понял ответ на вопрос. У вас 100% государственное сансирование. Поэтому вы можете привлекать сейчас инвестиции. А дальнейший путь этого делал такой. Ну, допустим, если приводили пример того же Аватара. Да, в него вложили деньги. Да, он взял миллиард 300 миллионов в прокате. Но из 3 миллиардов 400, по-моему, 2 миллиарда это был не прокат. И вы говорите, у вас 400 экранов. Ну, кинотеатр это делал... Не у вас, а у нас. Ну, у нас. Кинотеатр это делал десятки. А сейчас у нас у каждого дома как минимум 5 экранов. Тут даже у каждого присутствующего минимум 3 экрана, на которых все смотрят. Дальнейший путь этого фильма куда? DVD, онлайн, нетфликсы, мощные сети, слабые сети. Вот куда дальше будет? Как вы собираетесь монетизировать его дальше? Надо завершить прокат. Надо завершить прокат. А потом интернет, телевидение, бесплатное. Конечно. Ну, вы считали бюджет примерно, сколько пройдет, сколько не пройдет. Я считаю, что любой проект, который здесь рассматривается, нужно смотреть по финишу. Я скажу, что наш проект окупится. Я даже докажу. Каждый год новый зритель. Вы даже, когда будете выходить в интернет, я вам помогу. Да, я постараюсь. Да, пожалуйста. Спасибо. Богдана Абабович, спасибо. Панове, если позволите вплинить вашу разговор. Я из тех людей, кто хочет смотреться в украинское кино. Скажу так честно, у меня времени не так много. И когда выбирать между тем, чтобы читать книжку, или ходить в театр, или посмотреть кино, то у меня на кино остается не много времени. Но здесь основная разговора. Чем зацикавить украинского глядача? Абсолютно правиль. За 22 года украинский глядач, по сути, втраченный. Его забрали американские и другие, которые имеют деньги, которые имеют возможность обеспечить хорошую картинку и так далее. И когда я слышу, что если бы у нас были деньги, и мы смогли бы сделать подобное кино, мы бы вернули глядача. Знаете, панова, у нас не будет таких денег на ближние 10 лет, которые американцы выдают сейчас. Поэтому, как на меня, если бы я задам свои вопросы после реплики, то у меня немного другая идея, другая пропозиция. Было бы непогано подумать, а что бы мы могли таке запропоновать украинскому глядачу, и какое кино мы могли бы запропоновать украинскому глядачу, и кого они могут запропоновать американцы и другие. Правда в том, что наш мозг уже иногда втомлюсь от спецэффектов. Знаете, я скажу, что, возможно, чтобы разрядить атмосферу, это как с сексом. Вот когда ты перепробовал уже абсолютно все, ты уже начинаешь скучать за почуттями, потому что ты понимаешь, что ты уже все знаешь. Так же с спецэффектами, гарными эффектами американского кина. Споживательская культура, которая есть на заходе, матеріальная культура, и все мы вимиряемо сейчас во время этой разговоры грешными и материальными ценностями. На них проходить мода. Сейчас являются абсолютно новые тренды. Если наши кинематографисты чувствуют новые тренды, если они чувствуют потребы украинского глядача, будет шанс затягнуть другим. Скажите, пожалуйста, у вас есть фильмы, которых вы хотите посмотреть несколько раз? Есть такие фильмы, которые вы не раз посмотрели, даже не двое, а до которых вы возвращаетесь? Какие это фильмы? Это украинские фильмы? Нет, я просто скажу. Есть такие фильмы у вас? У каждого есть. Есть. Вы знаете, я не ностальгую за радянским временем, но там брали другим, там брали эмоции, там было несколько актеров, посмотрели фильм «Гараж» или еще какие-то. Там не было спецэффектов, но они играли на почутках. Они прекрасно понимали психологию людей, и они этим зачипали. Я прекрасно понимаю, что мы не будем иметь такие деньги. И у меня вопрос в том, что вы пробовали, или находили, или думали. Гарную историю найти, этого еще мало, потому что у нас достаточно. Вы хотели видеть Иван Силов? Я не видела, обовольствую. Мы ответили на ваш вопрос. Вы видели, кеми забыли? Я видела, я видела, но на пол вопроса вы уже ответили. Я знаю, я просто скажу еще, чем мы можем взять? Я вам ответил, посмотрите фильм, и там есть ваш ответ. Вы видели фильм? Кто видел фильм, который здесь сидит? Той из людей, Иван Силов. Спасибо большое. Не я ваш? Это вы так понятны. Понимаете? Я не совсем хорошо сказать, не понимаю. Вы знаете, не совсем понимаю, как можно прийти к прокатчику и сказать, что на деньги просто два. Хорошо. Здесь симусы, кто вам правил. Я правила, что это реальность, Дело в том, что советская кемина, она автопрокатом. Дело в том, что у вас, на реальные ценности нет времени, вы сказали. Подожди. Подожди. Вот хорошо. Вам с вами поняли. Дай отвечу человеку. Подожди. Кто Ломбард смотрел? Кто? Из сидящего. Из сидящего. Из сидящего. Вы смотрели Ломбард? Нет. Параджанов. Нет. Параджанов. Кто смотрел Параджанов? Я смотрел. Ой, Слава, это я один человек. У меня даже было было. Вас, наверное, приглашали, как журналиста, на показ. Я не было. Супер. Вот это самое.